МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но сплошное телевидение. Как помните, так говорил Рудик из фильма «Москва слезам не верит». 60 лет назад в нашу жизнь вошло телевидение. Вот может быть, примерно вот такой вот. Это КВН конца 50-х годов. Сначала это было маленькое окно, затем оно все больше расширялось. И, наконец, это окно в мир заменило собой мир. Раньше таким окном в мир был для человека храм. Он транслировал смыслы. Сегодня телевидение заняло в наших домах место иконы. И очень часто в старых домах вот так вот телевизор, подобно иконе, был накрыт кисиёй. Так принадлежит ли будущее телевидению? Как телевидение формирует наш мир? И возможно ли представить себе мир без телевидения? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство кино». Добрый вечер. Добрый вечер. И Анна Новикова, профессор высшей школы экономики. Здравствуйте. Телевидение настолько прочно вошло в нашу жизнь, что очень часто символом городов являются телевизионные башни. Шанхай и Токио. Торонто и Берлин. И, конечно, Останкинская телебашня в Москве. Ноябрь 1967 года. В канун юбилея Октябрьской революции принята в эксплуатацию Останкинская телебашня. Грандиозный проект архитектора Николая Никитина. 5 числа началось вещание. А 7 ноября страна посмотрела праздничный парад на Красной площади. «Впервые в цвете». Башня передавала 4 телевизионные и 3 радиопрограммы, которые через спутники транслировались на весь Советский Союз. В тот момент она была не только самой высокой телебашней, но и вообще самым высоким сооружением в мире. 540 метров вместе со шпилем. Когда в 1980 году Москва принимала Олимпийские игры, на Останкинской башне были установлены передатчики западных телеканалов. Для зрителей всей страны именно она стала символом магии телевидения. А телецентр – местом, где обитают властители умов. А я вспоминаю другие события уже из нашей эпохи. 11 сентября. Ведь это фантастический совершенно эффект телевидения, когда террористы, в общем-то, благодаря телевидению, благодаря ощущению прямого эфира, они достигли полностью своих поставленных целей. Или, скажем, вот как весь мир смотрел расстрел Белого дома в октябре 1993 года в Москве. Удивительный совершенно эффект, эффект CNN, собственно. Да. Но это эффект, опять же, специфического телевидения, когда телевидение разрушило границы между странами, фактически, превратив мир в единое... Точнее, ну не превратив, конечно, но очень, сделав очень большой шаг по направлению, которому, собственно говоря, весь 20 век, конечно, вся история техники и культуры она шла, телевидение сделало этот решающий шаг, и действительно, то, что происходит на другом континенте, стало восприниматься, как то, что происходит рядом с тобой. Мне кажется, даже больше того, оно становится единственно реальным. То есть, в восприятии глобального массового зрителя единственная реальность – это та реальность, которая, скажем, транслируется глобальными телевизионными сетями. Телевидение уступает только свету при подключении. То есть, человек, входя в квартиру, например, в тёмную квартиру или в дом свой, он включает свет, и потом в 50, по-моему, 7 случаях из 100 он включает ящик. А уже тепло, еда, другие коммуникации – всё это впоследствии. А вот такой вопрос. Телевидение в этом смысле стало частью окружающей среды? Телевидение вообще стало всем. Это не просто окружающая среда. Телевидение – это твоё присутствие в жизни. Это телевидение. Если ты подключён к телевидению, значит, ты подключён к реальности. Реален настолько, насколько ты смотришь ТВ. Да, безусловно. Но это не так грубо, как я говорю, потому что это значит, что у тебя есть защита, ты подключён в государственные сети, ты подключён в информационные, ты подключён в тепло, в свет, в будущее, в прошлое, ты подключён к каким-то другим ресурсам, которые нужны для жизнеобеспечения. Это очень важно. Это только метафора. Так же, как разрушение вот этой башни, это в каком-то смысле можно философски рассматривать как конец постмодернизма и переход в какую-то новую эру, там, виртуальную, например, как угодно мы её можем уже дальше обсуждать, называть. Но именно телевидение поставляет ту картинку, которую воспринимает весь мир как этап, как рубрику. Вот эта вот новая реальность, я вспоминаю, знаменитая книжка Жанна Бодрияра «Войны в заливе не было». То, что война в Персидском заливе, ему предложили поехать, да, паримач, по-моему, он говорит, а зачем мне ехать в Персидский залив, когда телевидение показывает более реальную картинку, чем то, что есть... В Персиде есть одна поправка. Действительно, всё, что было сказано, я с этим согласна. Но речь идёт именно о том, как те, кто делают телевидение, воспроизводят картину мира, да, потому что на самом деле телевидение, оно выполняет вот эту вот очень интересную функцию. Человек формирует свою картину мира на протяжении всей своей жизни. На её формирование воздействуют очень разные институты. Телевидение пытается подменить это и предложить зрителю уже сформированную картину мира с практически всем комплексом того, что туда входит. Но, есть маленькое но. Никто на самом деле однозначно не знает. Как воздействует телевидение, мы понимаем. А как его воспринимают, вот этого на самом деле мы не знаем. Как я понимаю, телевидение сейчас это вторая в жизни человека категория деятельности после сна. В России. Есть просто страны, которые меньше любят телевидение, чем граждане России. Есть ещё больше. Есть страны, которые... Кто меньше, кто больше, например? Ну, например, некоторые европейские страны, насколько мне известно, они меньше, чем, например, японцы, которые значительно больше, чем мы, смотрят телевидение. Там у них доходит до шести часов, а у нас около четырёх часов. Это, может быть, не значит, всё средние показатели. То есть, есть какие-то группы, которые совсем не смотрят, или почти не смотрят. Есть какие-то группы, которые смотрят очень много. Ну, например, пенсионеры. Ну, например, дети. Это зависит от традиций страны. Я знаю, что в Канаде, предположим, очень во многих семьях телевидение отключается просто. Его убирают, эту антенну. Но это не значит, что не смотрят телевизор, да? То есть, убирают телевизор. Но программы и каналы, они просто смотрят его в интернете. Количество каналов, сейчас вы знаете, в Америке среднее американское домохозяйство смотрит примерно 205 каналов. 205 – это в среднем. То есть, доступ может быть к 2000. То есть, доступ там, да, бывает несколько тысяч каналов. Может быть, несколько тысяч каналов среднее. В России ситуация такая, что кабельных каналов мы сейчас, у нас около 250, но это тоже очень много. Сейчас мне интересно, какое сделали сравнение российской и американской доступности каналов. Потому что, я думаю, что стоит упомянуть, что все-таки революция телевидения произошла прежде всего в Соединенных Штатах. И золотой век этой революции – это 1950-е годы, когда количество телевизоров в американских домохозяйствах увеличилось с одного до 80 миллионов. И тогда же телевидение начало активно участвовать в политике. Июнь 1950 года. Американский журнал Counter-Attack опубликовал специальный репортаж под названием «Красные каналы». В нем говорилось о коммунистах, которые с помощью радио и телевидения распространяют свои идеи среди американцев. К тому времени в США было продано уже 5 миллионов телевизоров. Статья «Красные каналы» стала частью охоты на ведьм, развернутой по всей Америке влиятельным сенатором Джозефом Маккарди. На сей раз предлагалось искать красную угрозу среди тележурналистов. 75% населения поддерживали показательные процессы Маккарди, а сам сенатор стал едва ли не самой популярной персоной на телевидении. Но один человек бросил ему вызов. Это был журналист Эдвард Мэррол. Во время Второй мировой войны он вел по радио репортажи из Британии, а потом из освобожденного Бухенвальда и собирал огромную аудиторию. Спокойной ночи и удачи! Его фирменное прощание публика запомнила еще тогда. С наступлением эпохи телевидения, один из самых авторитетных комментаторов Америки, Эдвард Мэрол, начал вести вечернюю аналитическую программу на CBS. Это было время бурного развития тележурналистики. Только за 1,48 год число телестанций в США увеличилось с 7 до 23. Сенатор Джозеф Маккарти умел использовать их в своих целях. Его громкие обвинения и призывы к борьбе с коммунистами звучали в эфире всех телеканалов. И только Эдвард Мэрол сумел показать зрителям другую сторону маккартизма. Все началось с истории Мила Радуловича, офицера американских ВВС и сына эмигранта из Сербии. В доме отца Радуловича были обнаружены несколько югославских газет. Спецслужбы заподозрили всю семью в связях с коммунистами и потребовали отставки Мила Радуловича из армии. Об этой истории узнал Эдвард Мэрол. Обвинения в адрес офицера журналист посчитал бездоказательными и навеянными нездоровой атмосферой охоты на ведьм. Мэрол взялся защищать принципы демократии. По делу Радуловича было начато журналистское расследование. 20 октября 1953 года программа вышла в эфир. Это было новое телешоу Эдварда Мэрол под названием «Смотрите сейчас». Выпуск Радуловича имел огромный резонанс. Мэрол сделал еще серию программ о маккартизме, где показал выступления сенатора разных лет и проанализировал его путь наверх. В программе не было громких разоблачений и сенсаций. Но у зрителей открылись глаза на то, что до тех пор оставалось незамеченным. Подтасовка фактов, голословные обвинения, несправедливые приговоры. Началось расследование деятельности самого Маккарти. Его действия осудил президент. Политическая карьера сенатора была окончена. Эдвард Мэрол, наоборот, оказался на пике своей славы. Но путь, по которому шло телевидение, внушал ему немало опасений. Популярность развлекательных программ росла, оставляя аналитику далеко позади. На том же канале CBS выходило вечернее развлекательное шоу Эда Салливана, где выступали клоуны, череповещатели, пели оперные певцы и рок-музыканты. Это зрелище привлекало гораздо больше рекламодателей, чем серьезные и острые программы Мэрол. Если через 50 лет или 100 в архивах еще сохранятся пленки наших трех главных телекомпаний, то эти изображения станут свидетельством упадка и отстраненности, даже бегства от реального мира. Так критически в 58-м году Эдвард Мэрол высказался о тенденциях американского телевидения. К тому времени из его шоу ушел последний рекламодатель, а вместе с ним пришлось уйти с экрана и самому легендарному журналисту. Он уступил место викторинам и телеиграм. А что, Анна, вот что происходит с политикой в этом пространстве тотального инфотейнмента? На самом деле телевидение сделало очень важную вещь. Почему, вот мы говорили о его влиянии на общество, почему оно такое большое действительно. Телевидение разрушило очень много традиционных стереотипов общества, которые существовали в частности. Оно, если не разрушило, то очень сильно поколебало иерархическую лестницу. Власть была, в общем, явлением сакральным очень долго. И телевидение, давая возможность как бы подглядеть за этой властью, оно показало это и немножечко опустило вот с этих вот вершин власть. По крайней мере, сымитировало. Безусловно, политик не может стать звездой без телевизора. И не только политик. Любой человек, у которого возникают какие-то социальные амбиции, связанные с тем, что стать, не знаю, лидером какого-то общественного мнения, каких-то групп, большим... Он должен быть в телевизоре. Ты в телевизоре, значит, ты на подиуме общественного внимания, значит, ты элита, значит, ты имеешь доступ к власти, к распределению больших средств, то есть медийные активы становятся такими же важными, как политические или имущественные. Это все взаимосвязанные активы в современном мире. Более того, имущественные и политические без медийных ничего не стоят, потому что их можно разрушить. Первый президент – это Кеннеди, да, который понял в эту силу телевидение, телевизионный президент. Ну, я не думаю, что он просто... Телевидение, благодаря своим технологиям, оно более эффективно, чем другие способы распространения информации, ну, например, хотя бы информации. Дело в том, что есть не менее сакральная сфера, это сфера художественного творчества, да. Мы знаем, что такие люди, как Моцарт или Пикассо, гении. Они гении, да. Там же есть структурный анализ, там, я не знаю, структуралисты. Абсолютно. Вот вы тем самым отвечаете на свой собственный вопрос. Есть много способов, попыток, школ, техник, ну, по крайней мере, последние три столетия, после того, как там, не знаю, в конце 18 века начали серьёзно этим заниматься. То есть, ну, два с половиной столетия, когда люди пытаются эту магию каким-то образом выяснить. Вот это расколдование мира. Расколдование, да. Расколдование, да. Чем телевидение хуже? Телевидение более технологичное. Телевидение прямые исследствия. Телевидение продолжает сохранять некий ореол сакральности. Есть в этом такой оттеночек, он идёт из советского времени, когда телевидение всё-таки было самым мощным инструментом пропаганды, было напрямую связано с властью, с КПСС, и с одной стороны приоткрывало жизнь власти, но только с одной стороны, да, с той, с которой нужно его приоткрывать. Здесь, мне кажется, очень хорошо вы так подошли к этой теме, как советское телевидение, оно идеологически программировало зрителя и идеологически структурировало картину мира, потому что именно этим занималась такая известнейшая и популярнейшая программа, как Международная панорама. Сегодня в передаче Международная панорама. События недели. Хроника, факты и комментарии. Полемика вокруг ОСВ. Комитете согласий между Востоком и Западом. Цели и средства. Стратегия Пекина, Юго-Восточной Азии. Каждое воскресенье ровно в 19.00 эта программа приоткрывала советскому человеку окошко в мир. Можно было как следует рассмотреть загнивающий Запад и сделать свои выводы о мировой политике. Международная панорама Центрального телевидения, наверное, была самым популярным тележурналом Брежневской эпохи. Ведущим не возбранялось иметь собственный взгляд на события. Все они были политическими обозревателями, многие пользовались авторитетом не только у зрителей, но и в ЦК. Передачу ведет комментатор Виталий Ильешенко. Здравствуйте, товарищи. Минувшая неделя была отмечена важными международными событиями. Виталий Ильешенко работал в Международной панораме и ведущим, и шеф-редактором. Несколько лет был обозревателем в Лондоне. Говорит, что никакого особенного давления сверху журналисты-международники не чувствовали. Темы для сюжетов определяли сами, хотя, конечно, подавали их в принятом для советского телевидения ключе. С популярным мнением о том, что взгляд советского журналиста на капиталистический мир не мог быть объективен, Виталий Маркович не согласен. Кривить душой мне лично не приходилось. Иногда бывало, конечно, такие ситуации, когда Тетчер развязала войну за Фолклендские острова в 1982 году, да, потому что у нее упал рейтинг дико, вот, и она должна была, как говорят в народе, для того, чтобы поднять свой авторитет и развяжи маленькую победоносную войну. Можно было просто назвать ее агрессором в этом смысле, понимаете? Но мы этого не говорили, а мы давали чисто объективную картину. Назвать человека агрессором, когда ты работаешь в этой стране, нельзя было. И когда она организовала пресс-конференцию с тем, чтобы для зарубежных журналистов на Даунинг-стрит 10 своей резиденции, и, значит, представляли при входе кто, кто откуда, вот, и когда, значит, это самое, она узнала, что я корреспондент телевидения, она просто сказала, что, ах, так это вы меня все время критикуете. Вот, ну, проходите, проходите. Панорама собрала немало ярких личностей. Востоковед и арабист Фарид Сейфульмулюков прославился репортажами из Ирака и Афганистана. Всеволодовчинников из Японии. Валентин Зорин из Америки. У каждого был собственный фирменный стиль подачи материала. А известный обозреватель Александр Бовин и внешне резко отличался от коллег. Говорил без телесуфлера и выглядел по меркам 70-х довольно экстравагантно. Здравствуйте, товарищи. На этой почве случались и конфликты с руководством. Вдруг раздается звонок, Мамедов, руководитель телевидения, Нин Верназимович. Звонит, значит, и говорит, что вот я разговаривал, Лапин со мной разговаривал, председатель Гостелерадио. И говорит, что он как-то вот фривольно себя ведет и даже без галстука сидит. Как-то вот рассуждает все это весьма обыденно подчас. Не могли бы вы с ним поговорить, чтобы он хотя бы галстук одевал, да, как-то вот выглядел так респектабельно, по-джентльменски, да. Я с Сашей поговорил, значит, когда он пришел на следующую передачу. Он, конечно, обиделся и сказал, что я ничего не буду менять, я галстук не буду менять, одевать. В общем, и если председатель Лапин хочет сам вести, то пусть садится на мое кресло и с галстуком ведет эту передачу. Но Бовин, конечно, оставался на своем месте и сохранял свой имидж вплоть до закрытия международной панорамы. После перемен 91-го года на первый план вышли внутренние проблемы, и власть уже не нуждалась в дорогостоящей программе о жизни за рубежом. На этом мы заканчиваем нашу передачу. До свидания, всего вам доброго. А ты сейчас думаешь, что Бовин, наверное, чуть не единственный был без галстука на середине закрыва фронта? Да, ну, вы знаете, он был обеспечен политическим прикрытием, он работал на генерального секретаря, был в специальной группе. И в любую трудную минуту Лапин получил бы сверху указание, оставьте его в покое. С другой стороны, именно это и давало рейтинг. Но все-таки Бовин, я считаю, очень сильно размягчал систему своей такой достаточно либеральной точкой зрения. А, кстати, заметили еще такую вещь, вот у Ильишенко дома вот этот портрет Хемингуэя, такая знаковая вещь 60-ников, 70-ников, практически в любом интеллигентном доме был вот этот портрет с бородой. Они же говорили о том, что им ничего не указывали, не звонили, потому что они прекрасно знали зоны допустимого. В этой связи вопрос, советское телевидение, как нам его считать, чисто идеологическим или все-таки просветительским проектом? Вот, скажем, на фоне других больших телевидений других наций, американское телевидение однозначно тогда пошло в развлекательную часть, а советское телевидение... Оно, конечно, было идеологическим. Но это никаким образом не отменяет того, что идеология не обязательно должна даваться вот так вот в лоб. Делайте так-то, так-то, так-то и больше никак не делайте. Оно было государственным, да, по форме финансирования, то есть отражало интересы государства, но эти интересы представали и в развлекательных передачах, которые тоже формировали некие ценности и некие интересы, отвечающие общим интересам государства. И в культурно-просветительском, да, и это же пропагандистское телевидение давало замечательные совершенно спектакли и фильмы, и тот же Лапин выделял много денег на то, чтобы у нас было телевизионное кино и телевизионный театр. То есть это все гораздо сложнее, это не отменяет одно другое, не заменяет одно другое. Дело в том, что в модели советского типа сознания просвещение играло очень важную роль. И был лозунг развития личности, которого сегодня вообще нет, то есть его нет все 20 лет Новой России. И в этом плане сегодня, если в советское время она была многофункциональной, то есть там пропаганду всегда насаживали на плечи и просвещение, и развитие, и каких-то культурных ценностей и так далее, то сегодня пропаганда в основном сидит на плечах развлечения. И сегмент просветительских, он уходит в нишевые каналы, такие, например, как канал Культура. Были очень интересные исследования, они выяснили, что две трети российского телевидения – это развлекательные программы. Развлекательные две трети российского телевидения, примерно десятые, по итогам десятого года. А на советском телевидении сколько, я думаю, процентов? Десять, наверное, развлечения? Нет, ну трудно сказать, сколько, но они не считали. Нет, ну я думаю, вот сейчас, что было вообще из развлечения? Только в ночной эфир, там, ну, голубое, гоню. Нет, развлечений было достаточно много. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни. Это идеологическое и плюс развлекательное. Все концерты бесконечные. Все концерты на все праздники. Это все, все это сейчас существует. Но сейчас примерно в два раза больше. Но не ради этого я хотел сказать, а ради того, что те же, та же гигантская корпорация, которая занимается размещением рекламы, они спрашивают, а чего вам не хватает, спросили они у зрителей. И это самое интересное, значит, и так две трети на конец десятого года. Чего вам не хватает? Люди сказали, только развлечения. То есть, это очень серьезные сдвиги, которые за многие годы, за десятилетия оказываются уже за, ну, как бы встроены, вшиты в сознание. То, что люди действительно хотят развлечения, это связано еще и с тем, что они могут получать сейчас другого типа контент из других источников. Потому что та же международная панорама, это действительно так. Я это отчетливо помню, как мы ее смотрели для развлечения, чтобы посмотреть, что носят, как одеваются на Западе, как ведут себя люди. Это вообще отчетливые кинфестивали. Да, я отчетливейшим образом это помню. Как аэропорт Шереметьево. Сейчас эту информацию можно получить в другом месте, да? И для этого не обязательно включать телевизор. А вот, вы знаете, я думаю, в чем еще очень важное отличие советского телезрителя от нынешнего российского. Хотя у нас были разные каналы, но у человека не было большого стимула переключать каналы. А помните, как тот анекдот старый советский, когда человек смотрит, значит, включает программу, там пленум Центрального комитета. Он переключает, в второй программе тоже пленум Центрального комитета, по третьей опять пленум. Четвертый раз он переключает, а там человек штатскому говорит, переключай, переключай. За тобой уже выехали. Вот. Так что в этом отношении у российского зрителя есть такой важный инструмент массового потребительского общества, как телевизионный пульт. Вот так выглядел один из первых телевизионных пультов, выпущенных в начале 60-х годов. Чтобы познакомить зрителей с удобной новинкой, американское телевидение даже выпускало обучающие ролики. Это устройство пришло к телезрителям из военной отрасли, где его использовали, чтобы управлять судами, самолетами и даже танками. Прообраз пульта дистанционного управления изобрел еще в 1893 году известный физик Никола Тесла. Первые пульты были проводными. Но в середине 50-х годов в Америке изобрели ультразвуковой пульт. С ним телевизор стоил значительно дороже. Но американцы поговаривали о том, что это техника двойного действия. От ультразвука из домов должны разбегаться крысы. Да, ведь вообще, если подумать, пульт это одно из главных инструментов современного общества. Это иллюзия бесконечного выбора. Ты вот, мол, рука спокойнее, когда с пультом. Ты приходишь, ты первым делом, вот как вы говорили, человек включает телевизор, и вот нужно держать пульт в руке. Это особенно мужское такое занятие, как я понимаю, мужчины переключают каналы. Одно дело, когда у вас было 4 канала, и другое дело, когда у вас 300, и завтра будет 2000. Потому что всем известно, что человек больше 9-10 каналов смотреть не может. Поэтому здесь еще и проблема гигантского выбора тоже многомерная. Но тут еще, что важно в связи с пультом, ты выбираешь себе способ проживания собственной жизни таким образом. И это, ты становишься, в общем, наделяешься, тебе кажется, ты об этом не думаешь, наделяешься статусом демиурга. И это, то есть, как вам сказать, скажу, может быть, тоже грубо и несколько провокационно, пульт протестует против, в каком-то смысле, мистических, религиозных и целого ряда других функций, которым люди тысячелетиями тянутся. Ну да, то есть, это может быть противоречие, некий вот этот телевизор, как икона, икону ты не смотришь с пультом, да? Идет некая дисакрализация. Пульт, вот мы начали об этом говорить, это ведь, кроме того, еще и мужской инструмент, да? Мужчина дома сидит больше с пультом и переключает каналы. Привычки телесмотрения у женщин отличаются. Это связано с тем, что они занимаются домашним хозяйством в момент просмотра телевизора чаще всего. Поэтому просто такого вот сидения у экрана, ну, по крайней мере, как показывают и наблюдения, и исследования у женщин, существенно меньше. В чем секрет такой фантастической популярности сериала, формата, как телевизионный сериал? Это очень длинные истории, это романы визуальные. Это гигантские романы, при этом тебе не надо мучиться с расшифровыванием буков. Ну, собственно, это «Тысяча и одна ночь», это то, что начала Шхерезада. Ну, в каком-то смысле, да, в каком-то смысле, но здесь более сложно, потому что это постобразование. Это уже после того, как ты научился читать, думать, прожил жизнь, читал какие-то тексты, тебе просто дарят это. Такое не пойдет в эфир никогда. Это просто невозможно. Так на центральном телевидении вначале оценили сериал «Богатые тоже плачут». Примитивный сюжет, посредственная игра актеров и режиссура – все это отпугивало, и казалось, что советскому зрителю не нужна мексиканская теленовелла. История Марианы и Луиса Альберта попала на экран только потому, что продюсер сериала предложил показать первые несколько серий совершенно бесплатно. На всякий случай их поставили в сетку вещания в неудобное время – поздно вечером, в будни. В ноябре 91-го года «Богатые тоже плачут» впервые появились на советских экранах. После нескольких серий на центральном телевидении решили – сериал не имеет успеха. Показ был прекращен. Тогда-то и посыпались письма телезрителей, которые буквально умоляли вернуть им героев, уже ставших любимыми. В то время СССР переживал агонию, а граждане плакали над судьбой бедной мексиканской девушки, попавшей в семью богатого сеньора. «Милые мои, мне уже 83 года, я боюсь не дожить до конца этого замечательного сериала. Пожалуйста, напишите мне по секрету, чем он закончится». Подобные письма телезрительниц не были редкостью. Началась самая настоящая сериальная одержимость. Вечерний показ очередной серии превращался в главное и самое интересное событие дня. А обсуждения отношений телегероев длились часами. Бесхитростные сериалы для домохозяек начали снимать в США в 50-е годы вместе с бурным развитием телевидения. Съемки спонсировали компании, производящие мыло, стиральные порошки и средства для мытья посуды. Их реклама шла в перерывах между эпизодами. Поэтому и сами сериалы стали называть «мыльными операми». Действие в них построено так, что можно снимать новые серии практически бесконечно. В 2009 году канал CBS показал заключительную серию самой долгоживущей мыльной оперы США – «Путеводный свет». Она шла в дневном эфире с 1952 года. Многие актеры в прямом смысле слова проживали свою жизнь на съемочной площадке этого сериала, играя в нем с юности и до преклонного возраста. 15762 серии про судьбы разных семей. Вначале они были короткими, по 15 минут. В 70-е годы стали занимать час эфира. В это же время советское телевидение снимает первый сериал под названием «День за днем» о жизни двух семей из коммунальной квартиры. Вот когда придешь на пенсию, тогда все поймешь. Правда, по количеству серий ему далеко до американской мыльной оперы. Их было всего 17. Советские телесериалы отличала краткость и довольно высокое качество. Но в 90-е годы они не могли соперничать с латиноамериканскими лентами, в которых показывали совсем другую жизнь. И если все начиналось с истории рабыни Изауры, в основе которой был добротный классический роман, то в середине 90-х сердца телезрительниц завоевывали наивные просто Мария, Дикая Роза и Мария Елена. Я убью Рикардо. А сами сериалы перестали быть чем-то свежим и необычным, прочно заняв свои места в телепрограмме. Почему Россия так много производит сериалов? Ведь я помню, мы, как и в другом контексте с Дниелом говорили, он занимался подсчетами, у нас больше 70 сериалов в течение суток в нашей эфирной сетке. Ну, название, включай повтор. Название, да. Производят или показывают. Показывают, показывают. Ну, мне кажется, что, во-первых, это довольно-таки удобный формат, да, он появляется регулярно, к нему привыкают. С другой стороны, с точки зрения зрителя, сериал структурирует время, что очень важно, особенно не в больших городах, где мы и так страдаем от недостатка свободного времени, а в маленьких городах, где свободное время избыток, особенно в деревнях, отказавшихся уже во многих местах от коровы, там, минимизировавших сельскохозяйственный физический труд, чем структурировать время? Вот я наблюдаю каждое лето, как бабушки в определенное время собираются просматривать сериал, потом сразу же выходят, садятся на завалинку. У них тоже социальные сети. Да, и обсуждают, что произошло. И рекламодателю это удобно, целевая аудитория в целевое время. Да, конечно, целевая аудитория, которая в течение года будет спокойненько себе держать, и ничего больше делать не надо. Потом эмоции, да, наша жизнь, опять же, не в больших городах, где эмоций много, а на удаленных территориях эмоций на самом деле не так много. Вы правильно сказали, что главный зритель – женщина. Женщина, в общем, к сожалению, как показывает статистика, во многом случае одинокая. Одна воспитывающая ребенка – это в лучшем случае. А там эмоции, страсти, то, что можно обсудить, с чем можно себя идентифицировать, то есть реальность, в которую можно уйти. Возвращаясь к тому, что так же, как раньше, храм и священник, телевизор – это окошко, через которое транслируются смыслы, модели поведения. Да, главное окошко. То есть сериалы – это обучающие программы, обучающие социальные программы. Видите ли вы расширение аудитории телевидения? Хотя она сейчас уже достаточно широкая. Нет, но где-то все-таки молодежь уходит из телевидения. Уходит, да, уходит, но не так много. По отношению ко всей аудитории, это все равно не больше, чем 10-15%. Ну, в целом, удержание аудитории продлится, если, скажем, попытаться нам посмотреть на 10-20 лет вперед. Еще какое-то время продлится. Безусловно, 10 лет точно продлится. Но почему вы имеете в виду телевизор в виде вашего ящика? Вот, который вы здесь стоящий. Именно ящик. Телевидение будет принимать другие технологические формы. Телевидение вы будете доставать из кармана, где бы вы ни ходились. Вот, на океану, до самолетов. Телевидение вы никогда не будете отключаться от него. И поэтому нельзя думать о том, что вот в нынешней форме. Форма будет другая. Ну, вот, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мы ограничены все тем же пресловутым телевизионным форматом. Мы не раз на протяжении программы называли вот это вот ящиком. Ящик с окошечком. Через это окошечко 60 лет назад для нас открылся некий вход в мир. Затем окно становилось все шире и шире, оно уже стало границами нашего мира, обоими нашего мира, окружающей средой. И поскольку телевизор стал окружающей средой, мы можем говорить с некой экологией телевидения. А где экология, там и этика, там и ответственность. Так что мне кажется, сегодня вопрос о телевидении – это не вопрос о профессионализме, а вопрос об ответственности за то, что мы делаем и то, что мы здесь все говорим. Я благодарю вас за участие в этом эфире. Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство кино». И Анна Новикова, профессор Высшей школы экономики. Это была программа «Власть факта». Спасибо, что были с нами сегодня вечером. До встречи на телеканале «Россия. Культура». И не забывайте время от времени выключать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин